У Балаховского района в протяжении последних лет лучший результат в регионе по объему привлеченных инвестиций в расчете на душу населения. По итогам 2020 года объем инвестиций ожидается в сумме более 12 миллиардов рублей. В основном это инвестиции за счет реализации программы по комплексной замене гидротурбин в Зарадский ГЭС, проектов по модернизации Балаховской АЭС, производства металлургического завода, технического перегружения Балаховского филиала Апатент и многих других проектов. В проектной стадии находится крупномасштабный проект по строительству комплекса рельсобалочного церковь металлургического завода. В 2020 году предприятие приступило к реализации нового инвестиционного проекта по расширению Балаховского речного порта, строительству новой причальной стенки, а также реализация проекта позволит инвесторам принимать металлоломы и отгружать партнеров готовую продукцию водным путем во многие страны мира. Продолжается реализация инициативы представителя Государственной Думы Российской Федерации Вячеславовича Володина по строительству в городе Балахово аэропорта. В ноябре прошлого года между правительством Саратовской области и инвестором Акционерно-Металлургический завод Балахово подписано соглашение по сотрудничеству в проектировании и реконструкции аэропорта. Завершить весь объем работ планируется в 2024 году. В этом году уже за счет Росартотур все сложные участки народа будут полностью вредны в капитальном состоянии, а также отремонтированы совместно с муниципалитетом 128 дождеприемников. На ремонт тротуаров и городских и сельских дорог в текущем году предусмотрено более 300 миллионов рублей. Мы знаем, что это инициатива Вячеслава Викторовича Володина, которая поддержана была губернатором Саратовской области, о передаче 100% транспорта налога на территории муниципальных образований. В этом году данную налогу в сумме 209 миллионов рублей мы воспользуемся. Также в этом году приступим к обновлению техники и уже в ближайшее время приобретем 9 сезонных техники для дорожного содержания. При содействии депутата Государственной Думы Российской Федерации Михаил Васильевич Панкова в целях исключения подтопления территории заключен контракт на выполнение реконструкции откосов бетонной дамы вдоль судоходного канала на сумму 961 миллион рублей. В рамках национального проекта образования открыт центр образования в цифровом гуманитарном профиле «Точка роста» на базе школы села Наталина. Это уже четвертая точка роста в Балаковском районе. В текущем году на базе еще двух школ, сел на Уморку и Новополеводино будут открыты такие центры. В рамках национального проекта «Экология» под программой «Чистая вода» Наталиевского муниципального образования была поднана и одобрена заявка на подключение системы водоснабжения сел подсосинки и Наталина на сумму более 195 миллионов рублей. Денежные средства на реализацию мероприятий в областном бюджете предусмотрены на 2021-2022 годы. В прошлом году между правительством Саратовской области и ПАО «Сбербанк» и ПАО «Российская сеть» подписан меморазм по намерению о строительстве регионального центра обработки данных Сбербанка на территории особой экономической зоны в Балаковском районе. Саратовская область выбрала соревнования на размещение данного объекта в честной конкуренции, в которой участвовали несколько регионов. Это крупнейший в стране высокотехнологичный энергоемкий объект по обработке данных. Инвестпроект будет способствовать инновационному развитию района и увеличению занятости населения.